11 апреля во всем мире отмечают день освобождения узников фашистских концлагерей. Именно в этот день, в 1945-м, вспыхнуло восстание в Бухенвальде. За время Великой Отечественной через гитлеровские тюрьмы прошли 18 миллионов человек. Нацисты подвергали людей нечеловеческим пыткам, ставили над ними медицинские опыты. Плюс голод и каторжный труд. В итоге более 11 миллионов узников погибли. Каждый пятый из них был ребенком. На оккупированной фашистами территории нашего региона функционировало 50 фабрик смерти. В памяти о бывших несовершеннолетних узниках концлагерей на территории Благовещенского собора установлен камень. Сюда ежегодно приходят те, кто сумел выжить. Сейчас им всем за 80. Валентина Ушакова из Семилукского района рассказывает, что когда ее родное село Перлевку заняли немцы, она вместе с мамой попала в пересыльный пункт в Курбатого, это под Нижнедевицком. Оттуда русских пленных отправляли в концлагеря Польши и Германии. Но Валентине Васильевне, которая тогда была младенцем, чудом удалось избежать ужасной участи. Так как я была грудная, я в этом лагере плакала. Где-то около 10 вечера немец подошел к маме, матка век, век отсюда. И маму отпустил со мной. Мама 40 километров полем пришла в Перлевку. Там не было грудных детей. И из-за того, что я была грудная и единственная, просто немец жалился и маму со мной отпустил. И мама шла 40 километров пешком со мной ночью, полем. И волки могли напасть, и все что угодно. Но жива. Спасибо.